Я считаю, надо бить во все колокола сейчас и депутатам в Государственной Думе, пока это только первое чтение прошло. Ты придешь завтра, а у тебя уже свалку роют возле дома. И никаких публичных слушаний. Наша жизнь еще ухудшится качественно и очень сильно. Есть такая статья «Экоцит». И эта статья предполагает 20 лет лишения свободы. Вот скажите, хоть кто-нибудь, где-нибудь, хоть когда-нибудь по этой статье привлекался? Нет. Стройки не в заповедных зонах. Что вам, мало места для стройки? Нет, лезут в самые заповедные зоны. Ну как это назвать? Это варварство. Помните, как Маркс говорил, нет такого преступления, на которое не пойдет капиталист ради 300% прибыли. Нет для них такого преступления. Нет. Павел Николаевич, Госдума приняла первочтение законопроекта застройки заповедных территорий, который позволит застраивать заповедники, нацпарки, федеральные заказники без экологической экспертизы. Известно, что несколько фракций голосовали против. Это КПРФ, Справедливая Россия и Новые люди. Почему, на ваш взгляд, этот законопроект не отвечает интересам россиян? И вообще, что он значит? То, что мало кто знает вообще в целом, что так по-тихому принимается этот законопроект. В свое время непосредственно на территории города Москвы обнаружили, что в одном из парков растут редкая порода грибов, более нигде в мире не встречающиеся. И это была сенсация. И этот парк, тогда же, этому парку было присвоено статус особо охраняемой природной территории регионального значения. Прошло некоторое время, и на данный парк, я уже забыла указать название, но он чуть ли не в центре Москвы, стал заглядываться один товарищ, фамилию которого не буду называть, который загляделся у нас в Петербурге на петербургскую косу там, и выкупил ее, и застроил. Ну, как говорится, на самый-самый-самый верх. И вот началась попытка застройки этой территории. По закону на особо охраняемых природных территориях разрешается застройка до 20% ну, скажем так, хозяйственного назначения. Ну, допустим, гараж для тракторов, которые там будут что-то там ездить, убирать, подстать, где инвентарь там хранить и прочее. То есть 20% особо охраняемой природной территории по закону, ранее существовавшему, ну, можно было застраивать и использовать. Но здесь вопрос стал о том, что всю территорию надо застроить, а закон этого не позволяет. Начались чуть ли не протесты местных жителей, активистов, экологов. Есть такой институт общественной экологической экспертизы, который дал отрицательное заключение по поводу застройки данной территории, потому что это уникальное место в мире. Далее началось потихонечку следующее. Вообще основа всего экологического законодательства в мире является одно утверждение, которое называется предупреждение причинения вреда. Ведь любую катастрофу, аварию можно предотвратить, и при этом затраты на ее предотвращение будут примерно в 25 раз меньше, это статистика мировая, чем ее ликвидировать. И вот в первой редакции звучало так, если деятельность хозяйствующего субъекта имеет угрозу причинения вреда в будущем, деятельность хозяйствующего субъекта может быть остановлена или прекращена. А кто решает, может, не может? Мы писали, что здесь в чистом виде коррупционная составляющая и прочее, прочее. И вот когда тот товарищ, который загляделся на данную территорию... А может быть вы назовете этого товарища, чтобы мы тоже знали? Ну, фамилия на «Р» начинается. Их два брата. Напишите в комментариях, друзья, если кто-то поймет. Да, большой любитель байбы дзюдо. Начались всякие подвижки, лоббирования, изменения, так сказать, статуса природоохранных зон. Заодно протащили следующее, что любые экологические, затрагивающие экологию проекты, они раньше должны были проходить общественные слушания. Там неважно. Знаешь, не знаешь, все отменили. Увы, под шумок сначала пандемии, потом всяких прочих дел, под этот шумок меняется очень многое. Есть такая статья «Экоцит». Открываем уголовный кодекс, она там написана. «Экоцит» — это уничтожение вида или животного, или растительного. И эта статья предполагает 20 лет лишения свободы. Вот скажите, хоть кто-нибудь, где-нибудь, хоть когда-нибудь по этой статье привлекался? Нет. Строительный бизнес, он наиболее привлекательный для олигархов, потому что он прибылен. Для этого программа реновации была недвижительной. Она именно для олигархов и для чиновников, которые лоббируют этих олигархов, была придумана. И для этого сейчас все эти законы принимаются. Они почему принимаются? Это не единственное, я сейчас про другие еще скажу. Но многие думали, особенно условно патриотов, что вот теперь мы все сплотимся. И теперь вот те чиновники, которые воровали бюджетные деньги за счет пенсионеров и трудящихся, обогащались до 24 февраля. Вот с 24 февраля они все сплотятся и будут действовать исключительно в интересах закону. Ничего подобного. Ничего подобного. Все наоборот. Их гнилая сущность, она никуда не делась. Помните, как Маркс говорил, да? Нет такого преступления, на которое не пойдет капиталист ради 300% прибыли. Нет для них такого преступления. Нету. Первое. Приказ глав госэкспертизы о том, что теперь не нужен прогноз на разрушение зданий. То есть можно строить здание и даже не беспокоиться о его прочности. Не нужно научно-технической документации в подтверждение предоставлять. И запрещено давать отрицательные заключения на такие объекты строительства. Это как всегда вот эти грязные всякие людишки, всякие лоббисты строительной мафии будут пытаться сейчас нажиться на людской беде, на проблемах. Ну, позорно, я считаю, и недопустимо выглядят вот эти стремления недобросовестного бизнеса. Ну, просто поживиться, поживиться. Потому что для них природоохранные территории, а как правило, это парки, леса, всякие заповедные зоны. Это лакомый кусок. Это лакомый кусок, где можно строить элитное жилье, какие-то коммерческие объекты, продавать за огромные деньги. И сейчас они пытаются просто расширить законодательное поле для таких вот беспредельных действий. Это, конечно, недопустимо. Мы с этим сталкиваемся регулярно. Когда под благими предлогами, даже сегодня, в рамках действующего законодательства, строительные компании под благими предлогами постоянно пытаются нанести ущерб природе, экологии, в сфере жизни простых граждан, чтобы получить дополнительные бараши, прибыли, вот эти грязные деньги. Вот яркий пример, буквально на наших глазах сейчас разворачивается эпопея в Троицком лесу. Где, с одной стороны, хотят, вроде бы, построить школу. Ну, кто же против школы? Мы все за детей, за образование. Но при этом выбирается такое место в заповедном лесу, в Троицком лесу, который для местных жителей – это зона отдыха, это зеленые легкие данного города, да и для Москвы это немаловажно. И ничего не нашли лучше, как впихнуть этот проект школы в этот заповедный лес. И вынудили местных жителей там сейчас биться, ложиться под бульдозер, их задерживают, возбуждают чуть ли не уголовные дела. И ведь это только один пример. А таких примеров десятки и сотни по всей России. А вот этот законопроект, уже пошли разговоры, чтобы после его принятия можно и на охранную территорию Байкала, нашей жемчужины, у нас заповедной покуситься. Это очень опасно. Я считаю, надо бить во все колокола сейчас и депутатам в Государственной Думе. Пока еще не было, пока это только первое чтение прошло. Есть аргумент, что таким образом пытаются спасти строительный бизнес, чтобы стройка не прекращалась, потому что сейчас экономический кризис грядет, но он уже наступил и скоро развернется в полный рост. И таким образом пытаются просто спасти, чтобы все равно какие-то налоги поступали в бюджет. Мы понимаем, что если мы не делаем расчет прогрессирующего обрушения здания, то есть мы не понимаем, когда оно упадет, когда оно станет аварийным. Это безопасность. Это угроза жизни людям. Жизни людям, русским людям. У нас много сейчас говорится о том, что давайте защищать русских за рубежом, а вот русские здесь будут гибнуть, в России. И ничего. И нормально принимается. Дальше у нас сейчас фактически Государственная Дума и Путин, они приняли закон о том, чтобы разрешить не проводить публичные слушания. И мы видим в московской области, московские власти все уже, то есть региональные власти могут все не воспользоваться этой возможностью. Подмосковные власти они уже воспользовались. Сейчас просто нет, ты придешь завтра, а у тебя уже свалку роют возле дома. И никаких публичных слушаний. Это уже закон. Так будет дальше. Наша жизнь еще ухудшится качественно и очень сильно. Помойки смогут делать прямо у дома у вашего. Вообще не спрашивая о вас. Никак. Просто свалку навалить и все. Это будет законно теперь. Теперь это по закону. Конечно, я говорю об этом не только на вашем канале. Много где говорю, пишу об этом. И что делать? Вот что вы собираетесь предпринимать? Может быть, есть какие-то инициативные группы все же, которые сохранились, которые сейчас пытаются как-то агитировать за сохранение особо охраняемых территорий, например? Самое главное, нужно распространять об этом информацию. Вот это видео, например, распространять. Понимаете, чтобы люди знали, что творится вообще чиновниками. Что никакого сплочения во имя народа не происходит. Я сам обжаловал этот приказ глав госэкспертизы генеральному прокурору. Чтобы он внес акт прокурорского реагирования. Вы там можете надо мной посмеяться сейчас. Ну, там, условно, зрители. Что-то там. Ну, понятно, что они там все в спайке. Может, спайки, а может и нет. Через какие-то акты мне удавалось от меня через прокуратуру. И это, во-первых, шанс какой-то всегда есть в этом случае. Во-вторых, ну, а что я еще могу сделать? Привлекать внимание вот через СМИ. Чтобы люди об этом распространяли информацию. Чтобы она стала критической для власти. И искать пробоины в этой самой власти. Чтобы там какие-то противо. Там не все довольны тем, что строительные олигархи обогащаются. Там есть те, которые завидуют им. И хотят им отомстить за это. То, что им такие куски не перепадают. Не из-за высоких моральных качеств. А просто потому, что они отрезаны от этого пирога. И, ну, соответственно, шанс есть. Что могу делать? Я сейчас скажу вещь, которая неприлично говорит на наших условиях. Что есть такое понятие вертикаль власти. Так вот, вертикаль предусматривает сделать только то, что понравится начальству. И не более. Любая инициатива наказуема. У нас же в стране очень много экоактивистов. И в целом экологические протесты, они обращали на себя большое внимание. Вызывали большой общественный резонанс. Вы считаете, что в этом случае это все пройдет незаметно? И удастся проточить этот закон? Ну вот, принята практика коллективных писем. Коллективных обращений в прокуратуру. Под документом стоят тысяча подписей стоит. Во входящем в журнале сколько фиксируется обращение граждан? Одно. И любой чиновник скажет. По данному вопросу одно обращение граждан. Граждане. Каждый пишите, чтобы было тысяча обращений. Вот это та ловушка, на которую или разводят, или ловят всех. Нельзя писать коллективные письма. Коллективное письмо, хоть миллион подписей, но оно будет по журналу входящих, по формальным признакам. Это одно обращение. Всего. Чем больше будет активности, тем сложнее будет вот этим грязным лоббистам прозащить вот эти поправочки. Тогда, возможно, удастся этот законопроект притормозить, а может быть и вовсе отменить, что было бы самое правильное. Потому что у нас и так, у нас и так сегодня наносится постоянно серьезнейший ущерб природе, нашей экологии. Россия огромная страна. Стройте не в заповедных зонах. Что вам, мало места для стройки? Нет, лезут в самые заповедные зоны. Ну, как это назвать? Это варварство. Это просто надо пресекать. Поэтому я считаю сейчас максимальная огласка, максимальное привлечение внимания, какие-то протестные общественные акции, которые возможны, активность депутатов оппозиционных и в Госдуме, и в других органах власти, я думаю, могут защитить. Защитить нашу природу от вот этих варварских законов. И всех призываю на это обратить внимание, писать петиции, писать обращения и в правительство, и в Государственную Думу. Хватит идти у поводу у этих хищных, алчных представителей строительной мафии. Они никогда не насытятся. Надо им ставить заслон, и сегодня самое время это делать.